Центральное звено в экономике каждого государства – налоговая служба. На днях сотрудники управления ФНС по Ивановской области отметили профессиональный праздник, после чего традиционно отчитались о проделанной работе. Общей сложности жителей и предпринимателей региона за 10 месяцев текущего года заплатили в бюджет 25 миллиардов рублей. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2017-го. Высокие результаты контрольной работы невозможны были бы без эффективного межведомственного взаимодействия с нашими коллегами из правоохранительных органов и контролирующих, конечно. Хочу поблагодарить их всех за совместную работу. Когда мы действуем совместно, результативность наших совместных мероприятий намного выше. Так, за 9 месяцев с органами внутренних дел проведено 17 совместных проверок. Эффективность одной проверки составила почти 10 миллионов рублей, что в два раза выше, чем проверки без контролирующих правоохранительных органов. Три четверти собранных налогов направлены в бюджет Ивановской области. То есть почти 20 миллиардов рублей потратят на развитие нашего региона. Кроме того, на коллегии подвели итоги инновационной работы. В 2018 году завершился второй этап перехода на онлайн-кассы, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать все операции. Важное нововведение, которое ожидается в 2019-2020 годах – налог на профессиональный доход. Проще говоря, налог на самозанятость. Им планируют обложить физлиц, которые нигде не трудоустроены и получают доход в частном порядке. Для этого гражданин должен будет зарегистрироваться в мобильном приложении. Введение отчетности не предполагается. Налогоплательщик через приложение сможет передавать информацию о продажах в инспекции в автоматическом режиме. Налог будет уплачиваться по итогам месяца. В мобильное приложение поступит информация о сумме, которая при согласии самозанятого будет списываться с банковского счета или он заплатит ее самостоятельно. Конечно, граждане с недовольством воспринимают еще один налог. Кажется, что государство искусственно старается собрать с населения как можно больше денег. Еще один яркий пример, о котором, к слову, глава фискальной службы не упомянула – повышение НДС до 20% с 1 января 2019 года. Впрочем, все вышеперечисленные решения принимает не Налоговая, а Государственная Дума. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.